все поехали всем привет сегодня у нас какое число сегодня 24 апреля разговариваем по ppc программа ppc tools разработчик хочет рассказать о ней это будет наше первое видео по этой тематике и будем я думаю если всем понравится продолжать но я думаю в любом случае программа интересная будет постоянно улучшаться соответственно будем про нововведения рассказывать приступай даю тебе слово привет спасибо всем привет меня зовут дмитрий собственно я являюсь являлся разработчиком есть такой срок я полностью разработал там нуля потом возникли скажем так разногласия владельцем и я собственно стою только писал вот ну по функционалу если кто пользовался симптом в общем он похож на некоторыми ключей о которых я сейчас хотел бы рассказать ну если тут тоже в комментариях спрашивали в чем в отличие твоего ты писем тораджи например я могу сказать чем тут даже очень просто он раз наверное стоп на 3 писян торадж когда писался там опять же были вопрос с владельцем правильно было использована база вся эта симптом абсолютно гигантская пара который лежит любой переход по странице снимает минуты но если кто стал это не мой косяк это вопрос владельцы вот ну а теперь собственно самой нашей программе чего она нужна и как вообще нужно ли она и может быть своими силами я кстати вчера вот общался с человеком не буду говорить с кем мы тестировали программу он говорит слушай а зачем потому что я могу все то же самое сделать в цели совершенно верно все то же самое ну как все конечно некоторые вещи нельзя делать это в основном все можно сделать в цель но опять же на обработку вот этих вот excel таблиц их надо скачать их надо отсортировать уходят но я не знаю часы все то же самое делается в программе одним клиптом и статистико гораздо более удобной графики так далее что в цели абсолютно точно есть вот инструмента который похоже цель очень сложно заставить это делать тем более если вы постоянно на основе адресируете свои пикси компании вывышаете и так далее то excel это либо нанимать человека здесь вот все делает за пару клипов у вас уходит на нормальное поддержание вашей компании если вы пользуетесь каким специализированным софтом то моим и так далее ну я не знаю полчаса в неделю это ну после того как вы все настроите это просто искать новые ключи икей убирать креативные и так далее вот я хотел собственно спросить аудитории ну а сколько нужно вообще про пи-пи-си рассказывать или больше акцентироваться уже люди все знают про пи-пи-си больше акцентироваться на самом софте на софте сначала первое видео надо водное чтобы понимать человек что это вообще такое с чем его едят следующий видео можно уже конкретно то есть сейчас водное вообще что это такое сейчас я тут настраиваю меня тут видео пропало немножко сейчас настрою все будет нормально да но я слежу вот и здесь надо с нуля просто рассказывать то есть преимущество потому что люди это видео например кто-то в прямом эфире кто-то будет записи смотреть прям вот нормально нормально до описание разбор полетов потом например мы оставим скажем через неделю будет следующий виде подготавливать вопросы конкретные нужен конкретный вопрос и будем отвечать ну собственно тогда я начну предположим что все прекрасно знают что такое пи-пи-си как с ней работать все отвечают там перштурм от пи-ворда ну давайте считать так пока потом уже если у нас будет вопрос тогда мы отдельно возьмем за базу более-менее представлять и тратить и так далее но понятно самый первый вопрос сам я вот по многим опять начался с продавцами не говорят о пи-пи-си она не работает мы пытались мы ставили автокомпанию у нас слился гигантский бюджет продаж не было это абсолютно нормальная ситуация все через нее проходили и есть просто надо понимать как как работать и собственно для чего нужна наша программа как раз вот для таких ну как все знают опять же начну сначала что прежде чем давать какую-то рекламу надо провести пассивные компании то есть без пассивных компаний вы будете сливать бюджет и даже если вы там отбираете ключевики там на сторонний сервис и коммерчант ворс там и вот инспектор национаре и так далее вы все равно получаете ключевики которые совершенно не представляете как они будут работать для того чтобы понимать как они будут работать либо сидеть вручную смотреть на своих юристиками и отлавливать все цель отчет и так далее либо вот использовать программы как моя то есть которая будет сразу показывать насколько успешно и успешно двигается ваша компания и как и вынимать оттуда сервисы которые потом ну из пассивных компаний которые потом уже используются в основных компаниях самое давайте начнем сначала то есть я например для себя самые хорошие ключевики берут только исключительно в автокомпании есть такая стратегия запускать автокомпанию иначе то есть это в принципе самый жирный поставщик хороших его то есть вы запускаете довольно большой самый начал выглядит тогда вы самые крупные ключевики естественно знаете сами знаете какие-то вот инспектор с мерчинворд подсказал какие-то там есть огромное количество небольших ключевиков которые будут вам они дешевые самые главные они вот будут как раз вот как их найти вот как раз это вопрос уже и либо если вы не используете цельными отчетами так далее но гораздо проще это делать ну давайте здесь мы к сегодняшнему вступлению сожалению никто не нашелся ни один взят который бы раскрыл свои данные поэтому мы я сегодня показывают в таком виде цифры здесь правильные здесь все из каюшки но прошли через шифрование то есть нельзя прочитать название товара но цифру можно понять это название компании ну давайте начнем с основного здесь показано статись вот здесь вот кстати как раз плохая компания пример плохой компании который выруливается хорошую вот как раз видно здесь второй столбик показывает цифры что было что стало то есть у нас вырос вот это после начала работы у нас у нас выросла от спент у нас на двести восемьдесят семь процентов выросли продажи у нас аквоз был аквоз в самом начале там порядка сотни когда у нас аквоз упал на сорок девять процентов и он продолжает падать потому что ведется работа ночью подупали импрессионсы это за счет того что брали неэффективные ключевики выросла на двести семьдесят четыре процента количество заказов и улучшилась конверсия аж на сто шестьдесят семь процентов то есть это вот как раз результат работы оптимизации компании с помощью софта ну здесь опять же первой странице можно увидеть график это по продажам по сколько вы потратите но он так сейчас пока не очень информативно здесь самые топ-10 самых выступающих хорошо искают но здесь вот такая бракодабра я думаю увидит зеленик это значит товар приносит прибыль даже после того как что четыре процента коз в принципе да довольно странно но тем не менее пару товаров даже как ну а это убыточный товар и так далее здесь список компаний здесь есть автокомпании здесь есть посеверные компании здесь есть уже основные компании здесь просто их не видно но есть топ топ-10 компании они отсортированы по прибыли то есть вы можете посмотреть какие компании туда же две компании какой-то прибыль при таком а после того на странно тем не менее какие-то компании пригоняют то есть генерирует прибыль здесь сразу можно посмотреть вот статистика довольно важно чего сложно делать цельных отчет и так далее можно посмотреть оборот потрачено а коз он показывает прибыль тоже вопрос откуда мы здесь берем прибыль откуда мы знаем здесь довольно просто самое первое когда у нас строить компанию вы идете вот сюда выпускаю список ваших искаю и здесь вы по каждому товару ставится пример я здесь нажимаю update all так сейчас и вы здесь вот когда вы нажимаете update all вы здесь можете по каждому товару ставить свою прибыль то есть сколько стоимость закупки мы предположим вы там берете по 2-3 доллара китая стоимость транспортировки amazon fees и у вас получается то есть если за сколько вы продаете если вы там условно говоря взяли за 4 доллара amazon fees у вас там 10 долларов продаете за 25 то у вас будет чистая прибыль 11 долларов она как раз будет запоминаться и программ будет знать что у вас по каждому товару есть такой-то запас по маржей вы можете ну предположим если вы ставите а по стрессу она будет так посчитать от ваших уже то есть под вашу прибыль ориентир если прибыли много на рекламу можно больше если прибыли меньше соответственно рекламу отправить то есть это сначала вот сам начал вы задаете покажу товар прибыль и программу уже будет максимально точно действовать далее статистик огромное количество статистики здесь ну давайте начнем со скаюшек рассмотрим какой-то скаюшек этот список ваших скаю откуда они берутся скаю программа также как на amazon на джангл скауте так далее мы запрашиваем софт запрашивает доступ к вашим данным на амазоне и автоматически заводить руками это не надо автоматически скачивается так же как и скачиваются ваши отчеты с амазона рекламы то есть ничего там руками там как-то писископ проект ну писископ уже тоже так же раньше можно было там в цели вот эти отчеты все грузить куда нет сейчас такой отдел сейчас автоматически выкачивается ну вот посмотрим один товар вот как раз о том чем я говорил 6 закупка 9800 980 это amazon 36 закупка включает транспортировку 9800 amazon если это все руками задается можете закаживать товар и вот 41 процент маржинальности с 1 здесь вы на этом товаре вот мы открыли скаюшку здесь может задавать диапазон ну например там за последние 60 дней сейчас поставим диапазон ну здесь дело тоже не особо 50 69 окос но мы как раз это сейчас управляем здесь можно посмотреть как вот даже есть компании которые приносят здесь статистика мы взяли этот скаю он участвует во многих компаний какие-то пассивные какие-то автокомпании так далее я уже говорю по здесь можно посмотреть список всех компаний в которые участвуют этой скаю вот здесь выводится можно посмотреть каким какой приносит оборот сколько потрачено каждую компанию какой окос по каждой компании так далее но основная статистика навзить его треки здесь вот когда мы идем его трекинг у нас есть две вкладки первое это профи тейбл и ворс это означает что эти ключевики у нас прибыльны мы можем посмотреть все ключевики которые у нас прибыльны и соответственно что делать тем более если у них хорошая на них любит же но опять же надо это делать аккуратно потому что я не советую где-то там меньше там четырех пяти кликов потому что вполне вероятно что это что-то случайно такая спонтанная покупка есть нет большой статистики какие-то осознанные действия типа сливание бюджетов надо делать только на какой-то уже большой базе статистики то есть например если вот например мы видим вот здесь совершенно точно 17 клик там продажи были вот этот ключевик в родовский да ну понятно что или вот здесь вот тоже там 17 процент понятно но не надо ли бюджет это однозначно доверечивая ставку потому что хороший окос может пересеки догонять можно спокойно учить ставку или туда бюджет и так далее рассмотрим обратную ситуацию здесь мы увидим все прибыли наши ключевики ну я их отсортировал по количеству кликов то есть чем больше клик тем больше статистика ну и соответственно 37 здесь не надо ли бюджет 26 можно чуть-чуть 17 абсолютно то есть два раза может повышать и или туда бюджет да ну 13 но здесь мало статистики мы все равно тем не менее вот ну ты тоже две продажи явно было то есть 15-13 процентов вопрос совершенно точно можно этот ключевик два раза повышать абсолютно точно потому что он будет опять же включать бит плюс над его и так далее то есть вот это включили бы с ним будет все хорошо то есть надо на него теперь это бы мы хорошего прекрасно да и здесь ты старайка это вот как раз печаль со ноги находится но вот это в скобочках это автокомпания сейчас тоже по кликам сортируем это автоматик таргетинг скобочка ну то есть это автокомпании автокомпании десятские выключены но что делал без этого никак потому что кроме как оттуда на первоначальном этапе мы не добудем хороших ключевиков и соответственно в любом случае где-то неделю-две надо потерпеть пока ну на хороших ставках пока мы не выработаем по ней статистика пока мы не увидим как раз те самые хорошие ключи ну и поехали дальше то есть вот эти вот вот как раз поедатели у нас бюджет вот этот товарищ сто сорок два процента не ваш и что мы с ним делаем мы как минимум в пять процентов снижаем ее ставку потому что мы видим что продажи идут хоть какие-то да вот ревеню есть но окос у нас совершенно никуда не вписывается то есть мы просто берем и смотрим то сорок два процента нам нужно 30 ну где-то в пять раз мы понижаемся там сейчас ставки доллар 93 то есть это нужно где-то сразу не больше 40 центов да он выпадет из гарантии нам не выгодно держать то есть единственное для чего мы его можем держать это для того чтобы грубо говоря поднимать органику то есть если у вас есть большой жирок и вы хотите поднимать органику и удержите да потому что он поднимает органику то есть вы поднимете органику поэтому да вы будете убытки кстати кстати я чуть-чуть попозже рассмотрю довольно много я сказал среди наших клиентов очень популярны стратегии сливает бюджета работают минус но по ним поднимает органику то есть вот как раз портут такие ключики они сливают туда бюджет они работают минус но вы поднимаете органику потому что у вас заход по этому ключевику у вас продажа у вас поднимать органик соответственно многие делают то есть если вы готовы так работа очень многие так работают да будет обучить но у вас органика все вытащит вам заработать органик ну ладно это я плёкся соответственно здесь все можно посмотреть стратегии здесь очень простая ключевик если вы не тянете органику уменьшаете то же самое здесь уменьшаете вот здесь вообще но вот такие вот как этот с нулевым окосом деньги потраченных их надо заносить минус слова я потом покажу как наш софт автоматически находят такие слова но как правило такие вещи вот как вот этот ключевик это прям прямой кандидат на минус на негативный вот негативный вот соответственно ни одной продажи бюджет слит надо его минусовать потому что дальнейшее даже понижение ставки а тем более ставку проще это будет прямой путь негативный то есть можно просто сортируем по нулевому окосу и вот таких товарищей сразу ну смотришь вот вот нулевый окос вот сколько потрачено это все деньги потрачены зря то есть вот это все надо засовывать негативные слова дальше у нас есть специальная фишка которая умеет это делать следующий пункт то у нас программа это автоматически генерировать на основании ваш успешных соответственно сейчас покиньте волк генератор это генератор но опять же здесь мало слишком статистик будет довольно короткий список но все равно я покажу как это работает вот четыре наши кошки для серфисом который мы вводим для каждого товара здесь он будет вводить только те то есть генератор делает так сейчас я покажу сейчас нажму генерей через это произойдет верю что здесь много статистик поэтому мало ну что то есть да нет есть статистика к 6 страницу нам генерил это самые лучшие с точки зрения продаж отдельные слова который мы должны засунуть наш бакенки ворс ну или как многие называют search service то есть вот здесь мы генерим список самых с коммерческой точки зрения успешных слов разбитых по одному слову то есть вот это популярность начало популярить это означает что вот это слово встречается ну там 21 успешным ключевики которые генерируют это слово у нас должно быть номер 1 здесь стоять ну и так далее так далее они отсортированы то есть здесь довольно длинный список если у вас много статистик список будет то есть у нас у некоторых клиентов забивалась и вот этим ключевиками забивались все четыре серфис здесь довольно просто сделать лодки ворс и вот они все сюда скопируются а потом просто руками так отсюда копируете и загоняете себе в бакенки ворс это будут вот прям сливки то есть это вот если вы не дай бог что пропустили под хорошие жирное слово здесь она то есть вы когда вы это зальете в свои бакенки ворс вы ничего не пропустите гарантирую все плохие плохих здесь не будет будет только самые сливки самое лучшее что есть вы просто берете и скопируете это свои серфис все вы не пропустили больше ни одного то есть вы можете спать спокойно не лазить по excel отчетам вы ничего не забыли ничего не пропустили у вас все ваши серфисы вот эта штука покрывается с большим запасом ну это по искаюшкам наверное самый полезный вот эти как раз бакенки вор генерейтор потому что я не представляю сколько делать в экселе какие какие там лопатить масса информации то есть это все одной кнопки делается и вы спокойно с серфисом за бакенки его опять же вот эта часть она больше связана с здесь вы не найдете новых ворсов и так далее здесь нельзя исследовать цены но зато здесь можно смотреть по каждой из каюшки по каждой скажу замечу не каждую компанию лопатить а просто по каждой из каюшки вы можете посмотреть какие то есть опять же в экселе делать это сводить кучу отчетов по куче компании здесь делался на кнопку все видите спокойно с этим рабом следующий момент если вопросы денис если есть да нет давайте посмотрим ну да я не вижу то есть пока окей это у нас то что было разделе сколью то есть 10 полезно бакенки вор генерейтор теперь пойдем более интересным вещам это собственно поиск нахождение вот мы мучили мучили автокомпании и сливали на них бюджет и зачем сейчас мы посмотрим зачем теперь мы идем компания есть здесь печаль потому что довольно высокий окос соответственно но здесь мы видим список всех компаний которых нас есть сейчас возьмем компании более менее жирный вот это например что у нас здесь высокий окос 225 которым абсолютно точно опять же если это не поднять органики то здесь надо конечно окос выкручивать три раза как раз вот конверсия довольно низкая то есть больше но тем не менее здесь от группы его тоже у нас спрашивал коллега не это группа группы есть года то есть вы можете все свои группы ведь кликать по ним и она будет вам статистику по группу показывать самое основное что здесь есть а здесь опять же видно какие из каюшки участвуют в компании вот здесь как статистик по каждой из каюшки то есть видно даже как из каюшки прибыль приносит вот ее надо завозить больше потому что она усахитряется пойдемте смотреть сюда здесь довольно редкие слова которые приносят прибыль но при 90 процентах окоса тоже довольно удивительно то есть вот эти вот явно но здесь один клик то есть это вот видно что хотя вот есть 8 ну вот например вот это вот слово да мы где-то уже видели оно принесло две продажи 13 процентов окос то явно сюда надо быть бюджет но опять же мы пока все это руками я дальше покажу как это то есть мы сейчас руками выбираем слова но я в самом конце буду дальше в самом конце дальше покажу как это все дело автоматом не надо открыться в компании у нас есть очень удобный тул который все потом вам это все сольет то есть не надо это искать пока я показываю руками это первый этап сначала мы смотрим это предположим будет давайте предположим что это сына и компания то есть это мужа залили сюда длинный список каких-то ключевиков опять же дальше покажу как это делается ну например того же причин дворца там и так далее и вот мы тестируем что с этим происходит мы видим хорошие ключики мы там оставляем мы надели бюджеты и вот здесь мы видим засранцы здесь у нас засранцы сидят который либо пожирает нашу прибыль это вкладку нон то есть не прибыль тоже отсортируем и покликаем сейчас можно по бюджету сортировать сколько будет много при вот этот дубут я не знаю что такое это так зашифровалось вот этот бут это пожиратель всего хорошего и вот еще вот этого по 142 тоже мы где-то видели вот эти ребят их но по ним есть продажи то есть означает есть продажи но сливать и бюджет означает не надо минусовать из них можно попробовать попытаться сделать что-то приличное то есть мы в данном случае мы ориентируемся по простой форме делим то есть у нас есть цена клик 0,65 а косу на 113 то есть если нам нужно 30 нам надо четыре раза уменьшать цену клика ну то есть где-то 17 центов мы должны выставить опять же у нас на следующей неделе выкатывается версия сейчас она прорабатывается вот здесь мы еще одна колоночка здесь вы сразу можете менять его не надо лезть в стейлер central вы прям здесь можете поставить здесь вы можете остановить функционал ответ нас в следующей неделе будет то есть прямо сейчас нужно идти в центр равных эти слова и другая сейчас на следующей неделе будет здесь стоять цена здесь можно остановить и так далее то есть не нужно вообще то же самое здесь то же здесь вот эти вот кандидаты ну даже не кандидат я сразу рубал 21 доллар бюджет это означает 40 клипов и ни одной продажи это минус дальше вам покажу у нас программа сама минус слова то есть опять же вы можете выбрать явный минус слова то есть например вот эти маленький бюджет не будет вот эти два точно абсолютно кандидата на минус слова скопировать и потом добавить в свою компанию как минус слова здесь статистики вообще тут нуля но здесь опять же слишком маленький бюджета чтобы какие-то делать прогнозы но вот здесь и здесь понижали бюджет это то что мы видим теперь подвинулись дальше предположим опять же мы предположили что это посевная вот здесь у нас самое основное что может быть собственно ради чего мы затевали сервис трекинг то есть это для чего мы затевали посевную мы сейчас будем пожинать плоды вот эти плоды находятся здесь вот здесь как раз кладезь наших ключевых слов которые мы будем уже использовать основной компании для чего затевается пассивная компания для чего затевается автокомпания для того чтобы найти огромное количество ключевиков маленьких даже крупных может находить которые собственно будут генерировать прибыль их довольно сложно найти потому что ни один мерчант ворс их вам не найдет если они там низкочастотники какие-то так далее да высокочастотники вы там найдете что мерчант ворс дает гигантскую задержку то есть новый тренд опять же я с человеком общался там сейчас новая тема идет мерчант ворс ее не видит потому что у него данные трехмесячные данные четырехмесячные гигантская база амазона как и парс естественно томатские задержки поэтому еще раз говорю что самый надежный самый лучший источник новых ключевиков это ваши собственные компании в том числе автокомпании в самом начале от авто потом делать пассивные из них уже огромный урожай хороших ключевиков собирает ну опять же вот здесь search terms tracking вот они все эти ключевики на опять же если мы покажем по кликам его прошу прощения вот здесь мы видим хорошие ключевики как хорошие серверсы которые мы должны конвертировать ключевики дальнейшем соответственно я потом нас ездят удобно инструменты здесь пока мы собираем статистику дальше мы пойдем меню пункты немножко прервусь у нас есть еще меню тунс и вот там как раз эти инструменты я чуть попозже они начнут что позволит нам довольно просто все это дело не собирать их там руками а там есть инструмент который вам позволит гораздо проще но пока мы это все видим пока мы смотрим статистику пока мы видим что у нас на две страницы замечательных search terms of которые мы можем попытаться даже не попытаться мы обязаны использовать наши компании ну вот этот долг ну 18 оквоз там 8 оквоз ну с хорошими продажами так далее мы обязаны более сниженого две продажи там две продажи это означает что вот это хорошо и еще один инструмент который здесь есть это пока статьи мы пока ничего не мы пока просто смотрим и здесь есть плохие хорошие вот если мы сейчас попросим вот эти опять вылез вот это плохие серферс здесь но правда здесь и продажи есть но то есть надо приезжать бюджет но если такие товарищи вот эти которые деньги жрут отдачи никакой то есть это как раз те самые наши минус слова то есть негатив форс который мы будем добавлять далее вот мы коснулись негативных слов вопрос а как вот у нас огромное количество компаний по каждой компании вот мне тоже как мы будем эти слова находить нужно ли как то есть это нужно все вот сидеть кроптить и вот так вот их отмечать либо есть какой-то более простой да более простой у нас вот такая есть инструмент называется find negative force это инструмент собственно делать следующее он находит те самые с нулевыми продажами пожирательный бюджет вы можете ограничить например с десяти кликов чтобы вы более достоверно да то есть не попали вот эти случаи то есть когда еще не наработан бюджет даже лучше там с пятидесяти кликов да то есть когда ну опять же зависит от ваших возможностей если у вас бюджета мало это лучше там с пятидесяти кликов когда вы подплавливается такое слово оно должно уже автоматически износиться негативно в автокомпании посему так далее соответственно но если у вас хороший статистик если у вас хороший бюджет я советую ставить 10-20 кликов ну то есть видно уже что они работают люди случайно видят с интереса кликают но и нужно совершенно не это и это слово надо минусовать ну для примера мы здесь поставим единичку верхнего лимит стоит не надо понятно и вот сейчас мы когда нажимаем дженерейт она формирует нам список вот здесь на 14 страницах из негативных слов мы поэтому здесь один слишком мало дать потом 10 10 нормал статистики мало а ну вот это самый очевидный кандидат вот она нашла 4 негативных слова которые абсолютно точно надо уже минусовать в эту компанию то есть нам не надо опять же лазить по отчетам система за нас сама все это сделала она просто посмотрела вот как раз вот эти вот нулевые продажи кто здесь видно сколько пожирает клика то здесь 10 пик пожирал так статистики мало обычно есть гораздо больше и вот эти слова совершенно точно уже можно засовывать свои негативные ключевики в эту компанию все у вас компания станет меньше пожирать у вас начнет расти опрос у компании то есть когда вы грамотно минусуете все то что вот нам а их на начальных этапах пожирать или прибыли будет очень много надо делать постоянно то есть вы раз я не знаю там в начальном этапе там чуть не каждый день там два раза там неделю ты раз в неделю заходите сюда и минусуете 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 пока у вас собственно не будет окос то есть какой эти пожиратели все окос пожиратель бюджет пока его всех не переведете вот второй вопрос вообще по поводу компании я делаю лирическое отступление хорошая автокомпания когда вы уже практически выработали ее да а и все равно надо оставлять потому что кроме как в автокомпании вы нигде не можете рекламируется пассивным конкурент то есть вы не можете засунуть осин конкурента в свою компанию ну хотя вот некоторые говорят что можно я стараюсь это не делал потому что может быть это то что то хотя некоторые делают осин конкурент ставят но я стараюсь держать автокомпании то есть я просто минусую все что можно и не нужно а хороший ключевики переношу там уже в работающей компании на экзек на фрейзы а в авто держу только оси но опять же некоторые не некоторые многие говорят что может то есть принципе можно делать но опять же не хотя нет желания нарываться на это поэтому я держу их в автокомпании и так далее вот лирическое отступление закончилось и в принципе если есть вопросы готовы на вопросы ответить а сейчас остался самый у нас интересный раздел с инструментами с курсами которые вот вот это позволяет значительно экономить время и есть инструменты ну который скажем так довольно сложно делать руками и съездки вопрос есть опять же готов ответить или приступаем уже меню курс я смотрю пока да я наблюдаю тут вопрос такие знаешь какие пошли как бы это больше мне наверное не тебе там например обучение есть какой-нибудь по поводу пи пи си и так далее я говорю что нет и мы будем пытаться на основе вот этой базе программы мы можем вообще не конечно будет извини я перебью диск я быстренько скажу у нас в принципе я ты давал ссылку у нас есть пошаговая инструкция как то есть из говна делать конфет то есть вот у вас и вот вот самая простая ситуация как то 90 процентов людей с ней сталкиваются люди вырубили автокомпании у нас у них начинается начинается пожирание бюджетов там окос уходит за сотню они в панике они отрубают и что делать мы как раз будем разбирать такие случаи вот как из я могу показать там скрин своего экрана там делали автокомпанию грамотно все как с помощью это компания отсеивали негативы ставили отсеют бюджета там понижали на не профи тейбл и так далее много новых ключевиков добывали вот это за неделю удалось вырулить но за счет опять же новых ключевиков в общем после продажи выросли где-то три раза а вкус упал на 30 процентов то есть это все реально это все можно делать то есть вопрос как этому подходить с умом и как я думаю что если мы делать каждую неделю семинара ну да просто будет спрос программа до платная расскажи про платность про все вот эти вот моменты чтобы люди понимали значит программа платная у нас собственно базовая зависит от количества из каю которого если у вас до 5 из каю как ну подавляющее большинство людей до 5 из каю она будет стоить для вас 39 долларов ну минус 15 процентов которые даются от дениса то есть если вы регистрируетесь из дениса вы получаете 15 процентов то есть это получается сколько там 35 долларов но за это вы получаете там я не знаю там если вот у вас бюджет дневной там 100 долларов а вы там доллар в день тратите на оптимизацию которую вам сэкономить кучу времени там и сил ну не знаю мне кажется это грамотно опять же я не буду сейчас уговаривать но каждый смотрится каждый решает на себя сам вот соответственно если у вас больше из каюшек есть анлиментов тарифы есть можно посмотреть там есть раздел прайсинг что написано вот опять же на любую если вы регистрируетесь денису вас будет скидка 15 процентов на любую дарить но мы я думаю по этому вопросу еще по обсудим я думаю можно сделать и побольше там решим с тобой потом напишем как за мы да особо особо на данный момент об этом не было цели задачи вопрос спроса и предложений вот соответственно если это интересует людей потому что мы считали я считаю на ppc как на продвижение это один из самых дорогих инструментов на самом деле вот если это оптимизировать хотя бы в день там на 5 долларов меньше и уже получает 150 долларов экономии в месяц да и мы из-за этого из-за этого исходим потому что понятно что голова руки важнее чем любая программа программ нам нужно просто облегчить жизнь экономит время наше время экономит да и за это нам надо просто посчитать чтобы эта программа нам приносила больше прибыли точнее сэкономил больше денег что чем мы на нее потратили то есть вся задача в этом по ppc у меня например там белое пятно по большому счету то есть я им занимаюсь не так упорно и много из-за этого автом я не собираюсь в нее вникать там и облизывать вот эти там свои 3 4 5 товара вокруг них плясать с бубнами и постоянно в таблице excel заносить данные вручную но это просто застрелиться можно и за это я рассматриваю разные варианты от меня сейчас человек спрашивает ppc скоб точка ком делает конкуренции и писи скоб это брайан собственно откуда это был самый таскать 1 пионер у хороший софт у него ничего не скажу но опять же вы стараетесь по функционалу быть впереди него то есть мы сейчас нас сейчас у нас равный функционал на следующей неделе у нас вот все вещи которые точно абсолютно у брайана нету а самая главная наша фишка которую мы собственно запускаем опять же через неделю где-то через две это автобиддер который нет ни у кого вообще пицископа его точно абсолютно нет и невеста как будет автобиддер эта система когда вам делать вообще ничего не надо вы задаете окос и дальше система сама понижает ваши ставки выруливает ставки так далее то есть это по факту просто вот кстати если вы видите на моем экране это у меня админский экран вот он здесь уже есть сейчас он инвестируется и так далее то есть мы его будем вводить это вот в ближайшее время то есть грубо говоря этот человек заходит ставит автокомпанию какой-то бюджет включает автопилот и все система сама оттуда выгребает ключевики создает новую компанию автопилот компейн-1 автопилот компейн-2 сама выравнивает на них бюджет то есть вы просто нажимаете кнопку и все то есть вы забыли прописать она все делает сама сама ставит негативные keywords сама там понижает ставки увеличится то есть все полностью происходит на автомате и делать вообще не для новичков это вообще идеал который там не понимает что как делать они пришли завели автокомпанию нажали кнопку автопилот и все через месяц заходит смотрит у них 30 процентов хорошие продажи они версии версии с автопилотами естественно будет столько же стоить это не каких ударов никаких абсолютно она будет доступна всем ну то есть это хорошее собственно для тех апгрейд апгрейд так значит у нас идет дальше какой процент продаж по пиписи органики будет ли покупки опять же зависит от понимаете здесь вопрос когда нужен я знаю у нас есть вот когда работал пиписи торт да когда я билил пиписи торт у меня был доступ к статистике там порядка там двух тысяч продавцов на амазоне причем продавцы американские были они все довольно крупные там было много продавцов которые больше тысячи позиций в день продавали то есть две тысячи три тысячи в день они гигантские суммы вваливали на рекламу я объясню почему они вытаскивали органики то есть например руками индусами там их позиции то есть в той теме которой они были вот например там у меня был продавец в основном там больше всего зарабатывают люди которые косметики сидят эти вообще там гребут миллионами вот вот эти вот маски черного моря там и так далее вот эти вот они тратили гигантские деньги на пиписи они вытаскивали органик то есть на самом деле если вы не готовы и боитесь индусов и вот этих ну это всегда риск для крупных компаний для производителя особенно это актуально да потому что ну хорошо мелкий там ему есть чем рисковать он еще пошел это крупные когда они не могут органику так вытаскивать а самый надежный инструмент по вытаскиванию органики это экзек компании по ключевикам то есть если вы хотите вытащить органику по какому-то там например слово там я не знаю там маска черного моря да там например мертвого моря вы ставите экзек компанию маску мертвого моря идете на нее гигантский бюджет и все она тащит за тобой органики потому что у вас идут заходы по этому ключевику у вас будут продажи по этому ключевику у вас бср начинает падать и соответственно у вас пошла органика то есть да вы потеряли много денег на пиписи но вы заработали гораздо больше на органик который вы вытащили поэтому вот опять же из статистики стал густой которая наблюдал люди стратят гигантские суммы на пиписи даже супер успешные продавцы которых там масса органики они все работают они все вот все которые видел там зарядки у меня был единственный крупный вот которая видел человек там всяким примочками телефонов торговал то тоже гигантский объем у него были прибыльные пиписи единственный человек который был прибыль у него потому что очень большая там была маржа а все остальные все подписи работают минус и обе почему минус потому что они вытягивают органику они вытягивают органику и они вкладывают деньги в органику это самый надежный способ если не рисковать вытащить органику и компаний потому что пиписи компании даже если они вытащены они все равно вытащат вам так хотел сделать уточнение он живет в америке так что если просто некоторые спрашивают откуда как и что это америка ночь дальше идем будет ли сервер на русском языке зачем не знаю все на еду можно я тоже вы по крайней мере написали я написал инструкцию пошагу на русском языке сделал я перекинул денис в конце семинара то есть если кто заинтересует есть пошагу инструкции на русском то есть у прям зайди сюда не сюда потом сюда там это это все есть на русском я сделал я скину ссылку денису спрашивает пайпл принимаете же нет понятно и ну пайпл если будет спрос для нас 23 клика если нужен почему нет можно ну тут просто проблема у нас короче с кредитками могу сказать когда подвязываем вот эти кредитки иногда снимают деньги не по делу это уже зон мастером сам за ваном бывает иногда да можно их вернуть короче если с вас что-то снял марипан сделаем там за час но вообще как паук никто никогда то есть если материал подписались 14 дней то ваш кредит трогать не будет только если вы потом не откажетесь все понял соответственно так дальше идем какой бюджет день на рекламу это не серьезный вопрос зависит от товара от вашего оборота от количества из к и всего остального даже в среднем нельзя посчитать просто это бессмысленно конечно то есть я могу сказать что например в моей нише очень сильно зависит от того насколько у вас какой вас бсср как хорошо вас идут конверсии так далее потому что у новых продавцов дает какой-то прочный буст там на два-три дня там может быть там на четыре дня ты только начинаешь рекламу давать амазон тебе дает он тебя немножко приподнимает показывает больше у тебя немножко больше бюджет и если ты успел восходить бурцом это хорошо но как правило после трех-четырех дней у тебя а по сравнению ну я могу сказать следующим образом вот моим товаром же опять же я знаю у меня доступ к статистике бессим торрош работал другой человек который в топе находился у него первое второе место там по самому живому ключевику я видел его продажи да там я точно так же рекламируюсь те же самые ключевики ну условно там одни и те же ключевики на свой товар использую у него пи-пи-си там в день проедает 1000 долларов 2 тысячи долларов три тысячи долларов а у меня и пи-си в день проиграет это все зависит от насколько вырастучи на сколько и пи-си также привязан к органике так если у вас большие продажи и пи-пи-си вас если вы только начали то я не знаю сложно если вы только начали строить сложно тратить там больше 100 долларов в день так вот вопрос как раз по плате пошли несколько человек по поводу пайпел и по поводу чтобы за 14 дней карту привязывать народ боится короче но это уже давайте тогда напишем вопрос какие-нибудь там пожелания у нас я могу сделать пайпел скажем так я вам завтрашенную дню я попробую у нас по моему мы через процессе по моему там есть выбор пайпел а то есть если так людям критичен пайпел не вопрос у нас все боятся понимаешь у нас вот менталитет такой карту надо привязать потом я забыл меня не отвязали деньги сняли ну то есть такой вот сам понимаешь вот но это повод человек увидит что у него деньги на следующий день придется может с ним закрыть и я конечно не знаю конечно очень важный менталитет это у нас избранное то есть есть проблема конечно бывает всякие да в интернете все таки на такие карты с легким балансом процессинг идет страйп если узнает страйп мы не видим ни карты ничего у нас процессе страйк поэтому вы клиентский как не видит когда человек жмёт оплатить он уходит на страйк на страйк там будет свои данные мы видим лишь пришла оплата линия так и данных не храним теперь у нас англоязычный просят инструкцию на английском еще дашьми я рубику передам тогда хорошо так народ хочет пионер прикрутить началось она сейчас вам бесплатно процессе привязаны различные способы оплаты я точно знаю что можно пейпэл туда прикрутить пионер не знаю пионеры ну по поводу пионеры можно как-то если в индивидуальном порядке если их немного таких да они все будут нет это все будут это эти гарантирую пионер потому что у людей основная масса куда потратить да вы с пионера карту просто скидывайте да и все я привязываю везде везде пионером оплачиваю я не знаю мне сложно сказать просто я же не все везде оплачу то есть можно попробовать сложно сказать пионер это обычная карта вот люди тоже мне пишут ну по поводу дан по поводу того что привязка 14 дней как бы люди здесь все я конечно не могу прогарантировать там за человека что там я вам все деньги лично верну потому что деньги не через меня проходят все гарантии которые если вдруг вы забудете члены дебы вы ко мне там пришли на 15 и говорите блин магир такая фигня я забыл что у меня с карты верни из вопрос да мы планируем раз и ваших денег не нужны если вам нравится сервис и пользуйтесь вот тогда если вы случайно да и очень важно и очень важно чтобы писали обратную связь какие проблемы где лаги что добавить что изменить потому что любая нормально живая программа она мне кажется в этом направлении работает лучше тот же вот этот вот изменение которое планируется также вот обсудили проверили потестили какие-то крупные продавцы они тоже дают свою информацию мелкие продавцы свои информацию дает у всех свои проблемы подсек подстроиться невозможно но что-то универсальное можно сделать по поводу всех действий по поводу ppc а есть обучение конкретно ppc люди этим занимаются они выстраивают стратегию я уже много раз говорил ppc это один из инструментов а он официальный он так скажем наверно по правильной вот но его охране хотелось бы оптимизировать и соответственно ну сократить затраты то есть чтобы мы меньше тратили денег и времени на эту работу как бы программа для этого и и нужно мы тратим за нее 30 там долларов а должны сэкономить ну хотя бы 100 в месяц то есть человек который тратит в день там 20 30 долларов это ему однозначно должно быть выгодно стратегии много разных там кто-то на excel таблицах действительно все это заносит кто-то там как-то по-другому так что надо пробовать просто в любом случае про 14 дней я думаю проблем не будет мы здесь решим все время будем на связи так пошли дальше по преимуществам софта что еще можно сказать рассказать показать поехали по старту дальше так лично кстати вот по поводу новичков и неновичков если вот я тоже быстренько лирическое отступление да то есть основная проблема людей которые ставки с подписи то есть вот они пришли увидели подписи о давайте создадим автокомпанию давайте туда денег вложу денег а результату мой и все люди говорят не и потом они приходят на форум говорит не пеписи не работает он дорогой не работает но вот я денег положил мне там 50 долларов положил ни одной продажи не было судей сажал а он не работает давайте другим способом вот собственно откуда все это берется люди говорят если не работал просто надо уметь его готовить вот для этого ли есть курсы либо читать вот у меня на стояс честно говоря курс не веду меня не сил не здоровья нет нет я больше саптом занимаюсь так далее но у меня есть всячески на русском на английском мануалы как нужно поэтому можете их читать и оттуда черпать да поехали дальше теперь самый напоследок самое вкусное что у нас есть это меню туз это основное собственно чего создавался наш софт это самый удобный тузы здесь мы смотрели статистику да мы смотрели тузы которые там наши негативные слова находит наши backend слова генерирует так далее но самое основное но вот здесь два раздела это тузы которые инструменты которые работают ключевиками инструменты которые работают но начнем с ключевиков здесь у нас есть четыре подменю я начну с каждого предположим вы делаете посевную кампанию вы на том же не знаю там где на сонаре на мэрчан ворс нашли длиннющий список там тысячи слов которые вы хотите загрузить все системы вы не знаете какие есть у вас ключевики в системе которых нет просто вы скопом длинным вытащили этот список отходит сонара и пытаетесь что-то с ним сделать то есть если вы этот список скопом загрузите в новую компанию на amazon например да вы наплодите кучу дублей то есть у вас там наверняка уже какие-то слова есть еще что-то нет а дубли на самом деле очень неудобная штука то есть вместо того чтобы понизить цену ключей в одном месте вам надо находить его еще раз где-то и и понижать там или повышать или отключать еще делаете работу два раза так-то в принципе дубли не вредные потому что они вряд ли будут вам сильно мешать или еще что то просто с ними неудобно крутиться потому что вам тоже самое работа приходите делать два раза так вот чтобы не плодить дубли вы вот сюда вот скопируете вот этот длинный список до которого получили смерченворда еще одну я так для примера возьму какие-то слова что набью копируйте этот список сюда выбираете тут опять же можно выбрать только те из каюшки с которым вы хотите работать но различные здесь выводится слева список компаний вы можете выбрать весь все компании которые там относятся к данным из каю и нажать кнопку понюки вот что это сделать она уберет все дубли и оставит только те ключевики которые не встречаются вот выбранных из каюшки выбран компаний то есть это глобально решает проблему новых ключевиков и проблему дубли с ними то есть вы находит ну так как здесь у нас балды то есть мы соответственно получим список неизмененный да если мы возьмем ключи который уже был она его просто отсечет и здесь будет список из этого ключевика все с данными словами вы совершенно спокойно создаете новую компанию и начинаете их тестировать гонять и так далее это первый второй инструмент это собственно непосредственно сама борьба с дубликатором здесь очень просто здесь вы выбираете опять же sky с которым хотите работать выбираете компании и здесь просто есть кнопка find applicate и вы видите все свои ключевики каких компаниях они встречаются вы просто идете туда его отрубают опять же в новой версии здесь будут кнопки которые сами будут отрубать то есть вы просто здесь нажимаете и не надо куда идти опять же повторюсь дубликаты они ничем не плохие и ничем не плохие но это двойная работа то есть чтобы что-то сделать дубликат вам нужно сделать этот двор двух местах если у вас ключевик есть в одном месте другом вам надо сходить в одну компанию потом другую компанию и произвести там над ним эти действия соответственно не делал двойную работу дубликат 3 очень полезный инструмент которым постоянно пользоваться опять же немножко отойду от сторону теории и к потом вернусь к этому инструменту предположим мы нашли но можно на примере посмотреть какой-то хороший вот у нас была пассивная компания пассивной компании мы вот нашли бриллиант дома нашли обалденный ключевик который генерирует там хорошую прибыль и так далее опять же все пассивные компании мы делаем брода ну что такое брод и что такое прессы что такое кейворд опять же посмотрите в инструкции которые в конце были семинара там все написано но если очень коротко брод это широкое вхождение то есть это в любом порядке слова могут входить в разных местах от перебиты разным текстом и так далее то есть просто это брод это самый широкий это как вот ковровый бомбинтальный прейс следующий это когда фраза должна быть где-то там начале текста в середине в конце но кроме нее еще что-то может присутствовать и самый точный тип соответствует экзек это только конкретно вот то что вы ввели вот это люди должны искать никаких после нее не до соответственно может быть самое хорошее для органики это экзек это понятно то есть когда вы льете бюджетный экзек вы вытаскиваете органику конкретно по этому слову люди кликают люди покупают амазон понимает что это ключевое слово хорошо работает и она начинает его ранжировать выше и соответственно вы поиск поднимаете выше поэтому обязательно нужно когда у вас появляются хорошие жирные ключевики бродовские обязательно надо расширять компанию то есть если у вас брод работает обязательно его нужно расширять на прейс и на экзек чтобы у вас росла органика просто брод органику конечно тоже вам будет поднимать но если на брод а еще раз важно на брод нельзя лить большие бюджеты потому что брод хорошо вытаскивает маленькие ключевики и так далее кого начнет ковровый там но все равно примеси появится которые люди совсем не то имели ввиду и большие бюджеты надо на прейс и на экзек соответственно и органику тянут хорошо фрейс и но экзек еще лучше про историю там уменьши это размыливание бюджета так вот собственно вот этот инструмент как раз позволяет найти те самые золотые слова на которые нужно переводить в другие мачта и она находит вот те самые хорошие либо фрейс либо броды которые нужно приводить в экзек или например год который нужно приводить прейс и взять по ним хорошие есть статистика по броду но у нас еще нет этих ключевиков в виде экзек и вот здесь этот инструмент позволяет найти все такие вариации вы можете опять же по окосу например а сортирнуть и вот здесь вы увидите список всех этих ключевиков но я участвую но внизу вы здесь увидите вот этот список ключевиков и по ним будете уже строить новые компании где будет экзек где будет прейс и так далее то есть это очень полезный инструмент это это тоже в общем довольно важно потому что все годы надо вытаскивать на следующий уровень ну и последний этот в кейвордсах это довольно простой инструмент здесь просто если какой-то забыли где у вас в такой компании находится ключевик вы можете быстро найти выводите например там слово какой-то чехол для телефона там еще что-то нажимаете она показывает какой компании вы это слово можете найти если дубликат несколько компаний и дальше вы с ним там что-то можете делать вот ну и подводя итоги то есть здесь самое основное масштаб расширение на другие компании быстро очень то есть в экзеле опять же можно найти потратить кучу времени перелопать кучу отчет здесь она вам быстро найдет то что у вас еще не расширено и что система вам советует расширить ну и файм про ютку ворс тоже довольно удобный инструмент если вы например ключевики для пассивных компаний забираете там из каких-то сторонних мест чтобы не плодить дубли вы прогоняете через этот через эту собственно с миюки ворс все теперь напоследок я конечно самое сладкое оставил теперь самый важный инструмент то есть многие люди пользуются только вот из-за этого вот этот инструмент священ туз это в общем то то что на мой взгляд опять же самый главный инструмент во всей системе ну давайте тоже немножко теории я теперь быстренько перейду собственно как люди работают то есть как правильно работать с компаниями ничего вообще нужны компании если они там пожирают бюджет они не они ковровом губанитане они пожирают бюджет и так далее автокомпании это тот самый случай когда вы точнее amazon за вас находит вам за бесплатно не надо платить деньги там мерчант форс ну конечно не за бесплатно все равно сливаете деньги в бюджет да ну условно бесплатно он дает вам список отличнейших search terms которые вы больше нигде не найдете это единственный смысл автокомпании собственно на начальном этапе это сделать такую огромную пассивную компанию то есть поставить там бюджет я не знаю полтора-два доллара на клик ну сколько вы выдержите чем больше тем лучше насколько вам бюджет позволяет и вы получите ну просто прекрасный список из всех возможных search terms которые только можно и которую из которых вы потом уже будете владеть основные компании exact компании пресс компаний то есть это вот неиссякаемый источник хороших ключевиков соответственно как их найти предположим вас работают автокомпании потом еще там 10 пассивных компаний автокомпании по каждому из каюшки там я не знаю сколько у вас там 5 из каюшек у вас 5 автокомпаний не знаю там 15 пассивных там один с машинкурс один с кивотов скейтер там один сонара там еще откуда кстати вот этот объем всей массы да вот вас стоит задача как вот из этой все массы пассивных вытащить то что вам нужно вот для этого как раз есть этот инструмент сейчас покажу как он работает здесь вы ставите пограничный окос этот самый окос это то что что вы можете себе позволить если у вас там прибыль я не знаю 100 процентов да там получается с товар то в принципе вы можете хоть половину пройти писи да то есть как как вам жадность позволяет но обычно среднем считается 30-40 процентов нормальный окос это то что забира съедается от вас соответственно мы ставим пограничный окос 30 процентов то есть вот все что ниже нам очень интересно тех ключевики и те сервисы которые приносят денег ниже вот этого окоса мы как раз сейчас попытаемся далее мы выбираем нужны нам из каюшки здесь совсем разнобой товар поэтому и выбирать все необходимые компании ну здесь 16 компаний все из каюшки вот нажимаем панки ворс начать загружает их и вот что мы видим и вот мы видим самую красоту какая нас есть это выжимка всех самых хороших серфернсов которые нашли пассивных компаний которые нашли ну то есть это вот самые сливки которые в принципе только у вас есть вот прям надо сразу как вы их нашли сразу по ним создавать компании тогда но прежде чем создавать опять же надо и всех скопировать потом идти по штайп экспэншн или запомнить и посмотреть на морозах расширить но пока можно началась но и джек означает что уже где-то есть но мы рассматриваем основном броу вот у нас здесь вывел 260 26 страниц по 10 страниц почти 260 золотых ключевиков которые окос ниже процент который можно сразу скопом засовывать в основную компанию а потом из них вводить уже фрейзы экзак если еще нет соответственно возникает сразу вопрос а можно ли как-то посмотреть а может где тут уже используется какие-то ключевики может быть уже есть вполне вероятно для этого есть такая кнопка шоу он линию все что пока только те которые еще у нас и нет и от списка немножко ужимать но здесь максимально оптимизирован компания так предлагаю что а сейчас это не будет работа то что нас вот эту а паркадабра она пытается обракадабра но в принципе когда вчера еще не было пока дам проекте на ругаться адресу к ужимался там ну да там 10 11 страниц но это было только вот это золотое дно который вы просто берете скопом засовывать новую компанию и она сразу начинаю лить бюджет и она сразу начинает вам прибыть то есть это вот золотые слова которые вам генерирует продажи здесь низкочастотники среднечастотники если вы только начали высокочастотники то есть все в одной куче самые жирные слова вы их вытащили засунули там в новую компанию и начинаете мне лить бюджет и начинаете дробить они дробить 1 новое создавать она самый жирный на экзекты на прейсы и соответственно вы начинаете тащить органику и начинаете зарабатывать вот то есть вот это самый мощный вот этим инструментом ну я пользуюсь там раз три дня я захожу смотрю что за три дня там притащили мне посевные компании какие ноги наград туда попадаются довольно таки интересные конечно высоко частотники все изначально выгребен и быть вот там какие средние что это включение я здесь да да отлично слышно вот соответственно вот этот самый мощный инструмент который здесь есть на сегодняшний день то есть сюда надо приходить там ну как минимум раз в неделю а так лучше всего хотя бы там самом начале обходился каждый день потому что каждый день здесь появляются какие-то новые ключевики из пассивных компаний и соответственно их все время отсюда выгребать и ставить новые компании но когда у вас уже более-менее все будет налажено когда у вас все средний и высокочастотники будут выглядеть соответственно у вас здесь будет окна частотники появляться и опять же все эти слова потом надо минусовать из автокомпании сразу сказать чтобы автокомпании на них не красили бюджета вы уже новые компании создаете вы стараетесь уже все это то есть автокомпании надо выкинуть вот поэтому вы должны минусовать потом опять же где-то через не знаю неделю у нас здесь появится кнопка которая будет в том то есть не надо работать сейчас это нужно как сейчас нажать action скопировать потом идти по компанию и скопировать идти в акцелью сантрау силовать новую компанию через неделю где-то у нас будут здесь сразу кнопку здесь у третья создать автокомпании или добавить то есть создать компанию добавить существующие вы сразу можете не заходя в сайт central создавать с этими ключевиками компании или добавлять их теперь что касается help у нас здесь есть help на английском по программе но здесь кратко написано как и что происходит как и что делается это первоначально здесь второй пункт меню это help здесь больше написано как раз куда чего нажимать куда чего делать но опять же я денису передам более подробный help он у нас есть он насколько я помню у нас вот здесь находится вот кстати на русском вот здесь довольно подробно сделок на русском здесь даже с теоретическими вкладками то есть а чем отличается анки ворс и все шерамс как находить там для того же кивот инспектор реверс осин ну то есть такой вот совсем для новичков и дальше здесь подробно расписано как создавать пассивные компании вот тестирование пассивные компании как раз как из пассивных уже находить соответственно прибыльные там ключи и так далее то есть вот здесь более менее описано конечно здесь довольно кратко но опять же если какие-то вопросы будут можем следующему семинару посвятить денисом вот и соответственно можно почитать здесь вот денис принципе я закончу я понял топ ответить на вопросы да и может быть и к следующему семинару мы уже ну мы оставим на их следующему семинару следующем понедельник когда понедельник нормально будет или как у тебя будет это улучшение апгрейд планируешь апгрейда на следующей неделе где-то наверное скорее всего понедельник но тогда давай после апгрейда и расскажем во время апгрейда значит что переделалось что улучшилось и соответственно я как раз неделю буду собирать если что тогда просто лайв скорректируем пока будем планирует на понедельник а там если чего перенесем его до момента апгрейда так по поводу вопросов первый вопрос здесь рубик задает вопрос опять сравнить а мы клик д но германский и ппс strike точка ком вот не продать если можно и скинуть я посмотрю на них а теперь может заходить фейсбук группу skype оставляя все заходи в группу и здесь вот вопросы как раз под прямым эфиром честно ни про того ни про другого не слышал ну местному производству также это самый чего во всех странах делают кучу программы и какие-то классные какие-то хуже понятно что все узнать невозможно нашел да вижу значит ссылку класс риска и можно я вижу комментарии акт трансляции депут нажать не надо не надо не надо не надо не надо у тебя будет двойной шум не выходи из трансляции просто снизу будем смотреть и все я тебе буду здесь комментарии я вижу только раз два три комментарии пока я понял можно какие преимущества сейчас я продублирую продублирую про три скаю там 5 скаю а еще вот он спрашивает часа а мог ли вообще нет и ппс strike сейчас я посмотрю а так это менеджмент а ну так и 149 месяцев нет в принципе если люди готовы за 149 месяцев платить я не откажусь тоже я даже дам скидку 10 процентов меня будет 149 так но ппс strike это менеджмент это не софт это менеджмент люди готовы за 700 бакс месяц она жирить ваша компания немножко другое так амазин d но это уже аутсорс это вообще и другую сетку это нет ребят это немножко другое это аутсорсеры которые просто будут нажалить вашей компании у вас эти тоже планируется такое сделать то есть если вы вообще не хотите у вас мало времени нет желания заниматься там или очень заняты у нас будет аутсорс то есть мы просто берем вашу компанию и начинаем ее крутить там за какую-то скромную абонентскую плату вот мы делаем г конфет вот но это планируется пока просто нет времени но я думаю там есть люди которые готовы заняться просто их научим они вам будут делать по нашим методике вот второй так значит второй момент у меня тут люди спрашивают почему долго грузиска юшки ребят нужно подождать потому что отчетами когда ваши искаюшки показываются кстати сразу пишите мне вот там добавьте мне плане там skype или можете писать техподдержку скинь пожалуйста скинь сюда пожалуйста свои фейсбук и чтобы не было вопросов и skype skype мое право без каких проблем пишите мне skype skype у меня 275 вот я написал комментариях вот на самом деле нужно просто подождать потому что когда мы из каюшки вы скачиваем с амазона и отчет и должны его еще обработать то есть если у вас что-то сейчас не работает вы выйдете и зайдите через полчаса через час если это через час не работает тогда пишите мне потому что вот например вот вчера мы пофиксили человека у нее была проблема у него был испанский отчет он в испании продает и оказывается у нас система не могла испанские отчеты делать мы вчера пофиксили сейчас все работает если вы вдруг чем-то толкнетесь лучше пишите мне Соответственно, чтобы я сразу оперативно там лишал какие-то баги, глюки и так далее. Мы все оперативно будем пройти в программу. Вот. Ну все, ко мне пошли запросы, друзья, вот я вижу. Окей. Так, ну, собственно, смотрите, опять же, насколько я знаю, у нас конкурентов там таких два, но у нас, еще раз говорю, что в сравнении с конкурентностью КПС-Интору, который я сам делал почти год в период КПС-Интору, сейчас я сам его не до делал, у нас на порядок быстрее. И, например, опять же говорю, что автопилота нет ни у кого пока в обозримом будущем. Там КПС-СКОП делает какие-то, может, удобные фишки пытается, но, опять же, ни у кого не будет автопилота. То есть автопилот наш будет эксклюзив и для новичков, опять же, это будет как бы довольно интересно. То есть, конечно, для профил лучше не пользоваться автопилотом, потому что руками всегда можно будет лучше настроить, там, человек всегда видит. Но, опять же, если вы только начали и вы не понимаете, как делать, автопилот у вас очень симпатичен. То есть это вот как раз для вас... Но, опять же, не надо только рассчитывать на автопилот, потому что, например, новые ключевики, если вы будете тащить не только с автокомпании, а, например, в каких-то сторонних сервисов, то все равно вам нужно будет заходить и туда загружать, делать пассивные и так далее. То есть, если вы решите пользоваться только, как источник ключевиков, только компаниями тогда для вас будет замечать потому что грубо говоря включили автокомпанию поставить и вот все выгребает автоключевики создает новые компании делать экзекты по ним делать про и западе все он все делает сам так как бы только вы гораздо быстрее чем и потому что он только вид изменения сразу там цены там по кости он сразу в любом случае бюджета не соблюдать правильно то есть в рамках бюджета работает может быть вы когда ставите галкон вы ставите максимальный бюджет естественно не может то есть у вас стоит на мазон бюджет вы не можете и там ну я не буду сейчас много расписывать все увидеть когда это будет там наслечено семинарии там через семинар вы сами все это сделать вот но все равно опять же лучше руками потому что говорю что если вы хотите быстрее чтобы не ждать от компании подвинуть списком слов которым надо быть где-то там на том же сонаре да там и сделать из них пассивную будет быстрее чем компании вот поэтому все равно лучше сделай пассивную поставлен автомат она выпущенную компанию двигать поставлен автомат все удачно за вас но это все пока чуть-чуть похоже у меня пока все но про paypal опять то есть я сегодня обещаю прям что сделал я посмотрю насколько сложно включить потому что в опциях соответственно нашего процессе был paypal то есть мы в принципе можем включить я просто посмотрю что для этого нужно но постараемся если людям такой нужен почему нет мы тогда подключим через палку и соответственно через палку будем соответственно принимать оплату вопрос то есть я просто посмотрю насколько сложно сделать если это там быстро делается мы поставим над людям нужно да надеюсь пионер может быть подключить как обычно мастер-карты проблем тоже не как обычно мастер-карты я думаю что страйба нужно прогонять если нет опять попробуй другой процессинг а выбор кто-нибудь попробуйте травил тысячи пионеры пусть поделится я не пробовал попробуй ну две недели попробуй через две недели может узнаем нет а про карту сразу карту если она процессе понятно понятно так конспектом и потом он не передаст я их загружу куда-нибудь там и написал человек все работает пионер обычной карты все работает так так skype есть конспекты будут подгружу я куда-нибудь я не знаю ссылку скину дополнительством какой-нибудь или на облако или вконтакте он загружу и скидку скину на него да и все я не знаю здесь документы можно загружать фейсбуке наш фейсбуке загружен никогда не просто никогда здесь не загружал из-за этого но не знаю просто так сколько время нужно держать автоматическую рекламу все то же самое относительно по поводу да быстренько я скажу значит смотрите во первых как это все зависит от вашего бюджета вообще если вы можете держать их там две-три недели да там при клинике полтора-два доллара там честь вам бы хвала да то есть вы выгребите самые сливки то есть вы практически можете за эти две недели но мы абсолютно точно все практически зачерпнуть с ч там большую часть ну по нч будет хуже просто не успеют они за две недели но самую жирноту вы выучите если вы там две недели полтора-два доллара до пик поставить вот потом через две недели когда вы выгребли все высокочастотники и средний что вы ставку снижаете это там до доллара вот и начинаете грести оттуда низкочистотник вот ну а сколько вы сможете продержаться на этом зависит от вашего бюджета то есть чтобы выгрести высокочастотники и средний частотник я советую две недели на ставки полтора-два доллара если у вас супер конкурентная тема то и 3 доллара зависит от вашей темы вот как вы только их выгребли все с понижаете ставку они вам больше не нужны такие ставки и соответственно понижаете там до ну для того чтобы выгребать там низкочистотники там достаточно долларов а может быть даже и ниже то есть надо смотреть какая у вас то есть условно говоря когда вы почувствуете что у вас больше не приносит автокомпания высокочастотник и все снижаете цену и соответственно она больше нужна такая вы начинаете грек крести уже более дешевых лучевики и там такая ставка ну вот принципе все в деньгах потому что еще и от ваших нервов зависит никогда не дергайтесь и не меняйте часто потому что это бессмысленно клиентам не надо суетиться да то есть не надо вот у вас что-то вот самая большая ошибка смотрит люди день 20 долларов потратили 200 а результата нету и все они выключаются ничего не работает подождите еще хотя бы пару дней потому что статистику нужно собирать издавые там деньги готовьтесь к тому что вы первое время будет терять деньги да нет просто просто бюджет заложил бюджет заложил на две недели по 30 долларов все забудь про них какой результат получишь но это как уже подготовительную работу сделал какой товар вы я считаю что опять я не знаю людей чем конкурентный конкурентный но по моим ощущениям ну день надо тратить на старте где-то ну минимум так 10-100 долларов 30 денег не знаю надо побольше тратить просто на хорошая автокомпания в день приносит там то есть оживет опять же зависит у меня просто высок конкурентный нишу у самого поэтому у меня там автокомпании может в день и 300-400 у меня на самом начале автокомпании день жрала там 500-600 долларов когда я только начинал у меня продажа она сразу продаж давала я только запустила в компанию она сразу по 1000 долларов день продаж но она жрала бюджет немерен и соответственно потом я руками выкручивал в нормальном состоянии первое время то есть первое время я работал в ноль даже чуть в минус но зато я подцепил все свои ключевики я подцепил все средние частотники и потом я выкрутил 0 и стал уже экзекты это ковровое бюджетание с автокомпаниями опять же как вам позволяет если у вас есть запуск чем больше тем лучше ну принципе вот так вот по поводу того когда что и где здесь все-таки мы говорим не про пи пи си опрос именно инструмент который можно кувалды можно работать можно экскаватора можно там зубилом и так далее то есть это просто инструмент инструмент в умелых руках будет приносить прибыль инструмент в неумелых руках будет приносить убытки так что рассчитывать на то что автомат вам все за вас сделает или пулемет или программа этого страну не будет так что голову надо включать советоваться чем сможем поможем по поводу обучения мы принципе не планируем фактически такого как вот именно обучение по пи пи си но эта программа вот я лично для себя именно еще раз говорю для себя на мне было интересно то что это вот закрыть пятно закрыть большой объем времени который тратить приходится на нее и большие затраты то есть хочет просто оптимизации вот так что это иметь ввиду и не рассчитывать на то что сейчас заплатите там не знаю какой-то там неважно какой пакет купить и она за вас все это будет делать это просто инструмент отличный хороший плохой это мы поймем со временем и я уверен что у многих будет разное мнение потому что по-разному это все делали надо включать голову прежде всего если вы знаете как вам гораздо будет удобнее сидеть в этой программе чем excel а если вы не знаете как тогда эта программа ничем не поможет то есть если у вас нет статистики к ключевикам если у вас нет компании если у вас нет пассивных моя программа бессмысленно то есть когда еще раз вот сейчас давай вниз а можно я тогда в этот чат скину ссылку еще раз людям чтобы они посчитали то есть я советую начать вот с этого текста вот я сейчас в комментариях закинул его оптимизация подмазок и писи спонсоров ссылка сейчас комментарии видео появится начните читать свет вот после того как вы поймете что тут пассивная компания на меня там тесты по русски по-английски там по-русски а по-английски есть такой же текст что просто есть есть кто у нас тут англичан многое мы люди любят язык не нет смысле русскоязычный любит развиваться меда то есть тут же и также с америки как это и есть люди которым многие вот реально язык подтягивает такие гурманы да почитайте сначала это потому что опять же многие путают сейчас я зайду в программу меня сразу начнутся там продажи адские так далее у меня код сразу там будет пять процентов нет сначала вы подтягиваете теорию просто читаете что я там скинул посылка вы понимаете что такое все моя компания вы знаете что такое там чем отличается сервис сервис и ворса вы почитали а потом только вы идете в мою программу начинаете применять сознание то есть вы создали автокомпании пассивные компании вы уже моей программы начинаете устроить свои нормальные компании вы нашли уже хорошие сервис сервис из них сделали ключевики из них там их сделали expansion на разные на прод на экзек на фейс и вы начинаете уже нормально включать я скажу так что я пока знаю мало примеров люди которым вот так вот начинают делать и как правило всегда заканчивать то есть продажа при хорошей рекламной кампании продажа я могу сказать по себе что например если я не даю рекламу у меня там но по одному из товаров да там он продается на 100 на 200 долларов в день трудом как только дают и писи и так далее у меня проект на 700 долларов в день то есть это очень хорошая будет продаж и синий когда не надо скидывать счетов потому что по низкий частотник да там если вы двигаете индусами там вы только частотники там да это больше но такого огромного количества продаж по низкочастотникам по средней что вам не даст никто то есть вы подцепите вот эту всю огромный хвост называется хвостом 70 процент кучевиков там где 8 который называется хвост до который низкочастотник который тоже генерят продажи стоит очень дешево и вы их подцепите и вы с ним будете работать кроме как пися с ними работать никак не один индус вам хвост не сможет поэтому приписи в любом случае нужны так какие еще вопросы есть стратегии разные из применение пи пи си разное кто-то по низкочастотникам идет кто-то программы поют кто-то в ручном режиме так что это имейте ввиду чем мы более профессионально к этому будем относиться для меня тем лучше для меня пи пи си это исключительно один из крутых инструментов для повышения продаж вот не знаю я лично ключи на старте еще другими способами но еще раз говорю очень много разных стратегий по которым можно работать да и читать учиться и меня моя стратегия была полгода назад другая я думаю через полгода будет тоже другая то есть постоянно изменяемся во первых мы живем в постоянность amazon нам постоянно какие-то новости придумывает там правила игры меняет вот надо иметь сюда запасные варианты а и b вот и сад админка у вас открыто написано не знаю у тебя открыто админка вот где не знаю в этом программе написано у вас админка открыта спрашивает говорят закрыта ну вот так что в любом случае применяйте здраво ко всему относитесь попробовать однозначно стоит я еще не сталкивался с так с программой оптимизации пи пи си а может спросить поподробнее что за админка какая у вас админка открыта если дописать три восьмерки закроем спасибо человеку доброму на тот специально тут простых людей нет тут специалистов всяких спасибо большое да это сейчас закроем вот потом значит что у нас еще планируем на следующий понедельник по пи пи си подготавливать вопросы потому что в течение недели будет висеть пост под постом будете писать какие там пожелания вопросы и все какие косяки в программе личные контакты есть преимущества этой программы по крайней мере перед другими то что человек с нами напрямую общается все-таки многие на русском языке я думаю в этой группе общается проще будет пообщаться вот напрямую через facebook через skype я принципе здесь как бы тоже сижу по поводу рефералки на данный момент 15 процентов но мы две недели сейчас на данный момент будет все это тестить бесплатно все равно по пайпелу будем разбираться по пионеру будем разбираться но пионер вроде скажешь нет права мне должна быть проблема по поводу рефералки мы вот пообщаемся может быть и увеличим но это на следующей неделе мы подумаем просто прикинем посчитаем как это будет выглядеть уже коммерческим предложением сейчас на данный момент главное нам понятно какой интерес вообще к этой программе принципе есть то есть готовы мы не готовы потому что вот человек у нас тут 20 30 долларов на пи пи си мне кажется ну достаточно кого я знаю они примерно такие деньги тратить человек вот из америки говорят 50 100 долларов но у них и за квартиру они платят по 2000 долларов а мы платим по 100 долларов это много считаем вот так что все относительно работаем на американском рынке но вкладываем тратим по-разному из-за этого цифры разные надо как бы все это соизмерять я уверен что мы к этому постепенно придем просто не все ну как обычно вопросы если нет давайте мы пару минут еще подождем да и по домам на сегодня я думаю отработали хорошо очень классно лай был позитивный значит я хотел уточнить по поводу описания вот эти ссылки это они есть или ты мне еще какой-то добавишь дополнительно то есть вот эти две ссылки мне надо будет просто не скинь я их тогда сейчас продублирую и все чтобы они у меня были чтобы как документ не загружать а именно сразу ссылку на сайт вот человек спрашивает а если у меня 10 искаю а я на минимальный план для теста подключился как она отработает значит она очень просто а можно выбрать эти 10 искаю максимум 5 выбираете 5 ну опять же если вы хотите для теста возьмите там есть 22 следующий план там за семь долларов выберите его посмотрите и соответственно будьте найдем работать если понравится не понравится уйдете с него то есть я для 10 искаю не советую базовый франкера вы сам начале регистрируйте выберет вы можете вам выводит список всех ваших искаю и зависит от плана вы можете выбрать максимальное количество сейчас у вас самый базовый план вы можете выбрать 5 если у вас план там 2 так вы можете выбрать до 20 поэтому человеку здесь искаю надо советовать советую второй план еще вопрос задает будет ли подключить подключение канзе вендор у нас уже работает будет сама за бендер она работает очень то есть отчеты если речь идет про мс то смс пока нету насколько я знаю так особо тему не вентилировали но нету api то есть мы не можем получить доступ к то есть мы у амазона есть каким-то сервисом своем маке то есть это инструмент который позволяет автоматически выкачивать данные то по вашим аккаунтом сторонним систем например по и писи api есть но он закрытый он только для там своих разработчиков есть вот как он нам достался то что мы разрабатывали другой софт и у нас там были уже налажены связи там с амазонными программистами они нам дали этот api а так все api эти закрыты вот поэтому про мс я не слышал если по мс откроет api или будет он хотя бы кроме существовать и с удовольствием подключен с вендор центра он все работает если у вас вендор центра все будет работать но опять же а мс не знаю то есть пока мы не сталкивались чтобы водить если кто-то знает что есть айпи скидывайте мы с удовольствием посмотрим и прикрут так все понятно кей так чё еще по горячим следам ну в принципе я думаю все значит у нас тогда получается такая история следующий понедельник планируем если получится у нас улучшение эти все сделать проведем лайф планируем на понедельник если не успеем я просто его на коллеги просьба такая вы копите вопросы то есть я так понимаю что сейчас многие подпишутся на бесплатную версию да там на троитреал до двух недель вы пожалуйста все вопросы которого сникает улучшение вот пишите под этим постом который был денис или метам skype личку там без разницы как мы попробуем все наши вопросы скомпоновать ваше пожелание улучшения скомпоновать и на следующем семинаре тогда вот уже будем работать более точно основываясь на тех вопросов которые есть там может быть от вас какие-то вопросы по базовой стратегии так далее очень чем больше будет вопрос на встрече на на тему да в любом случае это факт соответственно сейчас я сделал отдельный пост просто напишу возможность написать вопросы напишу соответственно все ссылки это вот как раз на на русском языке на английском все вот это подробное описание потом напишу все контакты ну и будьте в любом случае общаться и пробовать кому это интересно потом значит это у нас ориентир понедельник среду у нас соответственно лайф с кустовым и с кэшем то есть ответы на вопросы кому интересно приходите думаю будет весело пообщаться без каких-то там этих как их сказать модераторов всего остального и в любом случае единственная просьба да в табличку я я помню добавил в табличку единственная просьба просто без всяких таких подводных камней там и глупых вопрос на самом деле я хоть уже вижу там некоторые вопросы с поддевкой смысл в том что люди приходят здесь вот как и дают информацию то есть у меня такой формат мне кажется мы для этого здесь собираемся они для того чтобы выяснять там у кого там чего больше аккаунтов там или денег или еще чего-то а просто создавать вопросы по делу так что вот такая вот история двигаемся дальше всем спасибо кто был всем пока всем пока всем удачи все